пирожки и заземление и здравия соратники и я наконец-таки вернулся домой отсыпаюсь ну а на пути домой у меня было всего лишь 24 часа чтобы что-то поснимать и естественно немножко чтобы поспать потому что был усталый и результаты съемок показываю белого камня очень-очень много битого кирпича вот тут вот такое ощущение что попыхах делали вот это еще что-то было ну и вот результаты съемок я вам начал показывать с головой мечети задворок с нетуристических зон как всегда где все ответы собственно и сконцентрированы и вот недалеко сзади мы видим так называемый культурный слой минимум 8 метров так называемого культурного слоя и уверен еще пара метров глубь но этого вам гиды туристические места не покажут потому что это не туристическое место гиды которые водят туристов вешают лапшу на уши хотя мы видим вот что внизу есть арка что вот этот белый камень явно заливка что вот эти арки как и везде в мире тоже залиты и выложены сверху уже поверх очень многих метров культурного слоя вот такие арки есть везде в мире вот в индии например то же самое в кронштадте петропавловске и так далее в плодивостоке по всему миру один стиль одна цивилизация вот такие прелести мы видим на задворках немножко за дальше если пройти голубой мечети туда то рис туристов не водят вот это происходит там сейчас реставрация но мы знаем что происходит после реставрации таких мест но сейчас уже мало осталось на все еще что-то можно увидеть ну давайте пойдем дальше вот это вход в голубую мечеть вот это там полагаю давно было и что-то тут висела для освещения это исключительно для красоты построили естественно кто-то сомневался вот это вот стиль как и в голубой мечети один в один то есть это одинаковое болезнание почему одну назвали мечетью другую храму хрен его знает вот это вот типа юбочка тоже для красоты медная но естественно вот этот узорчик никакой связи с фракталами абсолютно естественно тоже только для красоты красоты и ничего больше а вот это вот тоже для укрепления никакой металлосвязи как говорят официальные историки никакое управление форм сигнала вообще ой веселуха здравствуйте здравствуйте хорошо оттуда далеко сюда сюда туда посмотрите это все, что ты знаешь в русском? нет, нет нет? окей пойдем турки немножко навязчивый, но в целом неплохой народ, но очень-очень много, мягко говоря неправды говорят в конце на такого такого турка я нарвался, я покажу вам его вот она, Святая София оговорка голубая мечеть потому что думал о Святой Софии и о том, что это один и тот же стиль, не могут быть два так называемых храма храма и мечеть в одном якобы стиле но это все не было для помолиться просто не для помолиться смотрим далее и то, что все это техническое сооружение, а не для помолиться для меня очевидно и тому очень-очень много примеров и много-много загадок и вопросов к самому зданию извиняюсь за качество съемок но что могу я не знаю я не знаю где ты из? Россия привет, как ты? хорошо откуда? Москва Москва это же монолит бляха-муха вот чем мы это резали ух ты такая же хрень, а? ух ты вот на хрена вот это вот, а? ух ты Три ряда. Расстояние большое, поэтому камера немножко дергается, но я куплю штатиж впредь, обещаю справиться. А пока смотрим, как есть, потому что наблюдение нужно, по сути, изучать. Одинаковая штамповка. Один камень, второй, один, второй. В чередовании четко заливка аркой, чтобы передавать вибрации, какие надо. Один, второй. Один более звердый, другой мягкий. Чтобы гасить вибрации. Прикольно? Вообще супер. Это ж какие тут вообще лучи вниз направляли, а? Класс. Класс. Вообще-то технология универсальна, единая по всему миру, единый доподобный стиль, который по всему миру используется для одних и тех же целей. Вот тут управление формой мы видим, вот тут чередование разного тела, вот тут такие же резонаторы шестиугольные, ступенчатые, рупорные волноводы, как мы видим, тоже на голубой мечети. Вот так выглядит звук Ом, все это под звук вибрации, и все это под те виды энергии заточенных, которых мы сейчас не имеем ни малейшего понятия. Они могут называться аргон, эфир, хронон и так далее. Вот такой же рупорный, ступенчатый волновод, какие мы видим с голубой мечети. И вот эти дырочки круглые, они не только дырочки, они не для красоты. И такие арки, они везде по всему миру. И такой стиль камня, как мы сейчас видим внутри. Вот мы уже зашли внутри. Красота. Наслаждаемся. Фрактальный рисунок, классно. Дверь явно старая. И этот рисунок и мраморь, вариант очень-очень высокая. Налетели эту хрень, конечно. Ничего не к городу. Опа-неньки. Ого. Это монолит. Вот шов какой-то. И снова монолит. Очень много-много воды было тут до потопа. Красота. Круто, спасибо. Я искал эту информацию. Вот это как сделали. Крепость по сальту. Чуть меньше, чем алмазы. Как резать. Хочу спать. Вот это вот юбочка. Это просто роскошно. Это ободок металлический. Вот на хрена они нужны. Монолит, монолит, монолит. Вот он. Шовчик. Но вот это-то монолит. Это с какой точностью все нужно сделать? Вот это цельно монолитная. Круто. Вообще круто. Вот это что за хрень, невидимая. Для красоты тоже. Да нет, не для красоты. Заткнули. Вот такие пироги. Это пирожи. Да нет. Вот такие пироги с котятами. Загадок тоже прилично, не меньше, чем в Питере. Но вот такую высоту построить, это, мягко говоря, сложно. Вот так это все выглядит со стороны. Четкий квадрат, четыре полукруга, все концентрируется в центре. Большой Wi-Fi роутер. Большой Wi-Fi роутер. Эти аппендиксы очень интересны, с какими-то резонаторами крестообразными. Они тоже имеют какой-то функционал, но вот для чего? Какие волны они гасят, либо образуют? Вопрос. И любуемся колоннами из мрамора. Резонаторами. Оригинальный способ водоотвода, если он здесь был, конечно же. Но мне кажется, это простерлили позже. Точно. И эту дырочку сделали. Вот подобных водопойников немерено по всему Стамбулу. Они все допотопные, как колодцы в Индии. Чуть позже вы увидите в моих дальнейших роликах по Стамбулу о них. Круглые дырочки везде. Везде, 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 везде. А вот основное закрыли. И что там делают, непонятно. Одно радует. Сохранились вот эти вот ленточки. Вот они. Это вот не позже влепили. Это вот раньше там было. Металлосвязи, идущие вниз. Ссылочка на статью Техденсера будет в описании. Для чего нужны эти металлосвязи, эти ленточки, эти цепочки, идущие сверху. Это все технические устройства. Имеет техническую цель. Функционал какой-то в себе. Случайности не бывает. Просто раскрасили. Ну, молодцы. И здесь снова фракталы. Фракталы, фракталы, фракталы. Объемные фракталы. Да, что такое. А вот любимые металлосвязи идут. Идут металлосвязи у нас. Тоже для красоты. И вот это вот металлосвязи у нас тоже-тоже для красоты. Безусловно. Технически никакой цели технической нет. Ну, это если верить официальной истории. На самом же деле, все это имеет техническую цель и функционал. Все это антенны, все это волноводы, все это проводники вибраций. Потому что вибрации активируют эфир. И наполняют его все пространство энергией. Об этом есть много информации на канале. Ссылочки попробую дать в описании. И опять же, читайте статьи техденсера. Там очень подробно все написано. Все, что могу, напишу в описании. Смотрите, читайте. Ага, все-таки заливают, кажется. Кажись, заливка. Это не шов. Это монолит. В общем, классно. Вот тут были металлосвязи четко. Вот остатки металла. Вот это металл. Он тоже как вплавленный. Вот это металл. Он остался там. Его выдрали. Вот эту часть. Хотели скрыть, видимо, что-то. Что это заливка. Вот это как бетон. На ощупь как бетон. Ну, это не бетон. Сэкономить решили. Тоже металлосвязи. Вот это вот маленькая коморка. Вот это явно заливка. Вот она неровная. Вот пошло неровная. Тоже чуть-чуть схалтурили. Ну, это не станки, это заливка. Точно. Геобетон какой-то. Спасибо. Да. Я просто думаю, как это было сделано. Вот это странный материал. Это не отрезано. Это не до залили. Вот они где. Не в фасаде. Секреты заливки. Материал похожий на цемент. Не до мрамора. С кусочками мрамора. Вот кусочек отвалился только что. И вот это сверху как залили. Ну, обычный цемент заливают. С кусочками мрамора. Все-таки был какой-то материал. Был. Похоже на белый камень. Вот это белый камень в то же время. Вот здесь такого нету. Белый камень. Мел. На вкус мел. Тоже ли, вот это мрамор. Ну, вот металлосвязи. Вот это вот откололся, видимо, кусок. И его тут впаяли. Связь. Вот шов. Вот белый камень, а вот тут мрамор. И вот тут что-то передавалось на куклу. Освещение. Полагаю, освещение. Шов четко виден. Странно. Как грязь. И тут тоже четко виден шов. Что это за шов ХЗ? Вот он заканчивается. Что-то было? Что-то было. Что-то было. Что-то было. Ну, вот здесь, sir. Пазар открыл. Пазар открыт. Анита, я сакия. София, закрывай. Почему? Это открыт вчера. Да, для реставрации. Да. И двое час открыто. Два час открыто? Да. Снимай, пожалуйста, бро. Снимай. Спасибо. Ну вот, говорят, печалька, блядь, закрыто, святая София, вчера еще поснимал, сегодня при свете думал сниму, а у меня самолет в три, в час нужно влетать, блин, ладно, приеду еще раз, это так, для затравки. Ну вот этот турок наврал, причем явно, лишь бы стащить в свой магазин свою лавку, ему плевать на мои нужды и желания, он соврал, что закрыто, чтобы затащить, не верьте туркам, проверяйте информацию, впрочем, проверяйте информацию отовсюду, не только от турок, так что будьте внимательны. Корона, не дозалили, вот видно, облицовка одним камнем, чтобы держала вибрации, вот это другим, но это навье, вот эти ворота навье, порнография. Пойдем, моя София, смотрите, все-таки попробую, такая красота, вибраторы наверху, это явно не для вентиляции, вот эти маленькие, а для вентиляции, как вы считаете? На сегодня достаточно, пишите в комментарии все, что вы думаете, и до новых встреч, потому что эти сутки в Стамбуле были очень насыщенными и много чего интересного впереди. Добра!